Александр Бессмертных в своем недавнем интервью компании Соломон в рамках проекта Time to Play говорил, что сразу после старта на первом спуске я по лыжам по их ходу понимаю процентов на 80, как у меня сложится гонка, удачно или криво, независимо от моего физического состояния. Глеб Ретивах в том же проекте компании Соломон говорил, что нет ничего обиднее, когда ты готов на 100%, а твои лыжи не едут. Действительно, в лыжных гонках подготовка лыж это, наверное, один из ключевых факторов, который стоит на уровне, собственно, с самой подготовкой спортсмена. Поэтому я очень долго, давно хотел взять интервью у Виктора. Приветствую. Привет. Это смазчик сборной России по лыжным гонкам. И сейчас мы позадаем ему очень много интересных вопросов, потому что в любительских лыжных гонках, собственно, все также на любом старте, на марафонах, на, не знаю, каком-нибудь первенстве шестой водокачки, готовят порошками, готовят свои топовые лыжи и всегда борются за то, чтобы они ехали лучше всех. Ну а сегодня мы, собственно, погрузимся в мир профессиональной подготовки лыж. Что ж, давай начнем. Давай. У вас в сборной, получается, на этапах Кубка мира ездят 14 сервисменов. Да, совершенно верно. А на чемпионаты мира, Олимпийские игры и того больше получается? Или где-то столько же? Ну, может быть, плюс два еще. Вы прикреплены к какому-то определенному спортсмену? Ну, практически у каждого есть индивидуальный спортсмен. Сколько у тебя таких? В том году было двое, сейчас остался один. То есть двое, это, получается, Наталья Матвеева входила в это число? Да, и Артем Мальцев. Как происходит именно подготовка лыж в профессиональной сборной? То есть начинается вот за день, допустим, накануне гонки, есть сборная страны, вот так, какой-нибудь этап Кубка мира. Как начинается работа у вас в команде, в команде сервисменов? Смотри, сначала все-таки прогноз погоды, это в первую очередь. То есть смотрим там много источников, которые показывают эту погоду, примерно прогнозируем, что будет на день гонки, смотрим состояние снега примерно на время старта. То есть и уже начинаем к этому времени старта делать какие-то тесты. То есть это, допустим, у нас старт там в 10 часов утра, вот мы смотрим, у нас там крошка ледяная, в 11 там, допустим, начинает отпускать. Мы первые тесты делаем в 10, вторые тесты делаем в 11. Если там уже предполагаем, что у кого-то поздние номера будут, там еще позже можно тест делать под определенного конкретного спортсмена. Примерно вот так это происходит. И в это же время, и плюс в это же время уже начинаем сразу делать тесты и порошков там, и парафинов, и всего, что... Сначала просто катаете лыжи, а потом уже начинаете делать тесты. Сколько вариантов порошка вы перед гонкой в среднем тестируете? Обычно это вариантов 10, наверное. То есть у вас есть какие-то уже наработки, и вы, соответственно, знаете... Наработки, конечно, да. А смотри, у вас есть какие-нибудь вот машины, типа вакс-тестеров, на которые вы используете? Или вы на лыжах катаете порошок? Есть используемые вакс-тестеры, в частности, вот Зайцева и Юры. Ну, то есть это у нас практически перед каждым стартом. То есть эту машину мы всегда используем. Слушай, но если каждый смазчик прикреплен к какому-то определенному спортсмену, у вас же должна быть конкуренция, или вы вместе работаете? Нет, конкуренции никакой нет. Вот. То есть у нас уже, не знаю, года с 13-го уже так идет, что один вариант смазки. Всем спортсменам один вариант смазки. Все. Даже так. Да. То есть либо мы попали в эту смазку, либо мы не попали. Либо все попали, либо все не попали. Да. Слушай, а сколько, мне вот интересно, ведь смазчики также участвуют и в подборе лыж спортсмену, я думаю. Вот именно выбор лыж спортсменов, это уже именно на плечи сервисмена кладет. То есть это его решение, на каких лыжах сегодня будет спортсмен выступать, это вот все от него зависит. А спортсмены сами катают лыжи, они вообще какое-то отношение к ним имеют, или вот прям сервисмены им просто на гонку дали, и они... Ну это уже все от спортсменов зависит. Кто-то там, кто-то хочет знать свои лыжи, кому-то вообще не то, чтобы все равно, ну то есть там лыжи ему принесли на старт, дали в руки, и он побежал. Ну то есть доверяет сервисмену там на 100%. Есть ли кто-нибудь сборной страны, такие, знаешь, фанаты лыж, то есть именно своего инвентаря, которые часто его делают, лучшие лыжи там, готовят, сами разбираются, погружаются в эту тему, или люди поверхностно в сборной относятся к подготовке лыж? Нет, много ребят, которые знают все свои лыжи, там есть ребята, у которых спросили, они там все знают, на каких парах где бежали, какая структура где лежит, таких много. Но профессиональный спортсмен в сборной не сможет, например, сам намазаться на тренировку, или сможет? Ну почему, сможет какими-то там... То есть хотя бы какое-то представление есть? Ну я думаю, да, надеюсь. Смотри, мне вот интересно, все-таки, когда речь идет о профессиональном спорте, это, соответственно, речь идет о узком диапазоне шлифтов, температура, лыж, сколько у каждого спортсмена в среднем сборной пар лыж? Ну я думаю, на вскидку, если так, чтобы не ошибиться, 30 это минимум. То есть, ну 15 классики, 15 конька в среднем, это боевые лыжи вот чисто? Ну это вот просто вот вся обойма, которая есть. Ну это минимум, это даже вот у людей, я думаю, которые в команду приходят, у них там в районе 14-16 пар есть, 100%. А как у вас получается организованная работа с представителями компаний этих лыж? То есть, когда вы приезжаете на этапы, там, компания Фишер, компания Соломон, там, Мачус, они со спортсменами как-то дополнительно работают, дают им какие-то пары? Конечно, ну вот, допустим, в частности, если с Соломон брать, вот у них в последнее время очень хорошая работа была, когда я еще с Антоном Гафаровым работал. То есть, они очень часто тестировали лыжи, то есть прям непосредственно перед гонкой. И там в день старта приносили ему пару, ну, то есть они со мной разговаривают и говорят, пробуйте лыжи, потому что они могут сегодня поехать. И зачастую получалось так, что лыжи прям частенько в топе были. То есть не просто так, там, как какую-то пару там дали. То есть компания Фишер, она чуть по-другому работает. Она там массовостью, допустим, берет, да. Там, тому же Устюгову могут принести там 4-6 пар, чтобы он выбрал себе какие-то подходящие там. Ну, в таком плане. Ну, и Атомик, в принципе, работает так же, как и Соломон. И, кстати, Росиньол тоже. Вот у них примерно Атомик, Росиньол, Соломон, примерно одна политика. То есть принести пару лыж, но она будет уже заведомо такая оттестированная, проверенная. Скорее всего, которая будет рабочая. Смазчики участвуют в выборе, то есть помогают ли в выборе лыж-спортсменов, то есть в выборе компаний, на которые он, собственно, сейчас там с юниорского возраста подписывается, соответственно, контракты будут участвовать? Ну, в любом случае, последнее слово всегда это за спортсмена. А как это вообще происходит технически? То есть вот человек сборный, у него там есть смазчик, он как-то советуется, ведь все-таки это уже профессиональный большой спорт, как бы. Ну, советуется, конечно, но вот в частности, в случае там про Антона, Гафарова, да, он стоял на фишере, у него там появилась идея перейти на Соломон. То есть он спросил, как ты думаешь, я говорю, Антон, смысл там что-то думать, давай просто попросим лыжи, потестируем, сравним с твоими боевыми, и тогда можно делать вообще там легкие выводы. В принципе, взяли лыжи, потестировали, они оказались не хуже. И перешли на Соломон, и там буквально за следующий сезон, там за полгода, наверное, мы ему там такую пачку хорошую собрали. То есть он, наверное, сразу побежал, и вот он как раз вторым курсом и заехал. Это уже вот прям, как раз первый год он когда-то перешел. Сказали, реклама Соломона получает. Ну, типа так. Не, ну все равно все зависит от спортсмена. Спортсмена может быть еще, я не знаю, от чего еще это может быть зависит. От спортсмена, скорее всего. Сборная есть, люди, которые подписали контракт с одним производителем, потом такие, блин, наверное, стоило бы перейти или что-нибудь типа того. Ну, такого мало, практически не слышал. То есть всех все, в принципе, устраивает? Я думаю, да. Слушай, давай тогда коснемся больше компании Fischer. Ты все-таки профессионал, работаешь с профессиональными лыжами, о которых нам даже там и не снилось, собственно, такие в руках подержать. Расскажи о Ренски. Я что только не видел. Видел лыжи там Fischer с тефлоновой, это поверхность. Видел с пятью же лобками. Видел вообще, ну, как и ты, наверное, ты вообще видел даже все, что только могло быть. Расскажи о них. Бегаете ли вы в основном на Ренски? Что это вообще такое? Стоит ли это, не знаю, покупать? Ну, я думаю, Ренски такая уже прям у нас закрепившаяся в России такая тема. которая уже, ну, и мне кажется, уже ее не выкинешь. На самом деле, последние тесты, вот последние тесты показали, что мы очень много тестировали. Вот и в Австрию сейчас ездили в конце сезона весной. И тестировали, то есть для топовых спортсменов, там, Устюгов, Червоткин, Спецов, ну, кто, ребята, на Фишере стоит. И нам давали как Ренски, так и обычные лыжи. Компания Фишер, соответственно. Да, да. То есть, грубо говоря, нам дали, там, 40 пар на тест, и из них, там, 10 или 15 было обычных. Но, соответственно, когда он дает Ренски, вам не рассказывают, что в них такого прям. То есть, у них же что-то, наверное, отличается чуть-чуть. Это же не просто, вот, рядовые лыжи, наверное. Ну, отличаются, я думаю, просто тем, что... Немного пластик другой, немного ИП, ну, то есть, не чем-то прям кардинальным. Ну, как вот, обычные лыжи, там, делают 300 пар в день, да, ну, это я образно говорю. А вот, допустим, Ренски, их, там, делаю 50. Ну, это примерно вот так вот. Ну, вот, как тесты показывают, что обычные лыжи едут, ну, не хуже, чем Рен. Вот, допустим, мы катали 40 пар сейчас последних. Там из 10, в топ-10, не Реновских было пар 5 или 6, наверное. Ну, ты сам понимаешь, что это... А по сезону как? Вообще у спортсменов набор лыж, Ренски относительно обычный? По сезону мы просто получаем спортсменам уже лыжи заведомо такие. То есть, мы уже получили, и вот с этими лыжами мы начинаем работать. И больше всего, конечно, Ренски дают. Ну, они их просто возят с собой, именно вот эти лыжи. Поэтому мы из них выбираем, там, какие лыжи поедут, какие не поедут. То есть, возили бы они обычные лыжи, мы также из них бы выбирали. У нас есть люди, у нас Устюгов бегает на обычных лыжах. У него там несколько пар есть очень хороших, у которых он там и на подиум заезжал. То есть, ну, это... Ренски это, ну... Не панацея. Да. Слушай, а как вы подбираете лыжи под спортсмена? Вы ездите на завод, и вам там говорят, вот, типа, миллион пар, выбирайте себе 40 и выезжайте. Изначально у нас каждый год нам Фишер присылает бланк заявки. Мы по всем спортсменам заполняем, кому что надо. На следующий сезон, кому чего не хватает, кому-то холодных, кому-то теплых. Ну, так это, в принципе, и происходит. Потом уже начинается, там, эта пара не поехала, там, мы ее меняем. Эта пара поехала, оставляем, что-то перешлифовываем. Ну, в таком плане. Раз, что сам... Ну, это заявка, вот, как я тебе говорил, в начале сезона делается. Сколько Фишер дает приблизительно пар под топовых спортсменов? Слушай, 6-6. 6 классики, 6 конька. Кому-то 5-5. Ну, каждый новый сезон дает, соответственно. Что-то мало как-то. Нет, ну, плюс мы можем прийти, допустим, к нему... И купить. Не купить. Мы приходим, там, говорим, нам не хватает, допустим, вот этой позиции. Допустим, 28802 колл-классики. У нас там одна-две пары есть, но они что-то как-то там не заигрываются у нас. Можем еще взять на тест. Он там выдает нам две пары. Мы там оттестировали, одну оставили ему. Ему эти нерабочие отдали. Смотри, я просто приблизительно прикидываю, если у спортсмена где-то пар 30, там, ну, окей, 40 даже. Если только посчитать, сколько вообще в мире есть шлифтов, сколько вот ты делаешь ты в проекте-сорвисе, ну, об этом попозже поговорим, сколько делаете вообще вы в сборной, сколько у Фишера, сколько у Рамзау, то получается, что, ну, вообще хватает ли пары, сколько у спортсмена вообще разных шлифтов на лыжах? Есть ли какие-то прям ходовые, которые вы, знаете, делаете всегда, каждый год заказываете именно эти и на них бегаете? Или что-то прям кардинально каждый год меняется, делаются новые шлифты там под каждый этап конкретно разрабатываются? Как-то, ну, стараемся в ногу со временем идти, если там какой-то продукт есть, то есть, если мы бегаем на лучших порошках, почему мы не можем бегать на лучших шлифтах, да, если они едут? То есть, постоянно перешлифовываете, постоянно? Да, ну, у нас как-то все, раньше это все волнами было, вот раньше в Италии очень много шлифовали, потом как-то от этого отошли, ну, то ли шлифты перестали работать, не знаю, сейчас практически туда даже никто и не ездит уже А раньше прям вообще там возили там пар по 40, по 60 В основном какие шлифты сейчас используют? Каждый сезон В основном это вот базовые Фишеровские Шлифты, да, плюс командные шлифты, которые делаются у нас на машине Плюс это вот в Австрии Рамзау Рамзау, да Это конкретно ты говоришь про Фишер сейчас? Да, да, да Просто в Австрии невозможно сделать на другую пару То есть там не Соломон, не Россиньёв, не Атомик, это, я не знаю, что нужно сделать, чтобы там положить этот шлифт Вот, ну и вот сервисерские тоже там какая-то доля есть Назови личного, по своему мнению, топ-3 шлифта Топ-3? Угу Для какой-то одной марки или вообще вот как? Вообще Пять назову Давай пять Я бы назвал С-12-16 Рамзау как раз Да Навод, наверное Не-не, он такой универсальный довольно-таки Потом, наверное, А-6 Блю Это что такое? Это рассеньёвовский шлифт Это его делают в Швейцарии Там швейцарец Энди Мэтлер Потом, наверное, С-13-5 Тоже Рамзау Что у нас ещё? Что у нас ещё? Свои какие-нибудь, давай Самый любимый Ну, R-10-3 я бы назвал тоже Классика Ну, я думал, я бы его пятым назвал Ну, ладно Слушай, ещё, наверное П-11-2 Фишеровский шлифт Да, тоже Очень популярный И, наверное, и, наверное Шестой ещё назовешь? Наверное Сейчас вот если выбирать, допустим Как вот пять структур, которые бы закрыли у меня весь диапазон Я бы что-то из нашего командного взял Это, наверное, С-81 С-81 ты тоже делаешь? С-81 это в команде у нас делают Это холодный, тёплый? Ну, он тоже такой универсальный Это то, что у вас делается где-то на машине, соответственно? Да, это с свеком машина, которая с нами едет Понятно Я думаю, люди сразу же начали гуглить И уже к новому сезону заказывают Лыжи такие С этими шлифтами Слушай, я вот смотрел твое недавнее интервью Проект «Она лыжи» Ты рассказывал, что вы конкретно под чемпионат мира в Зейфельде Делали структуры Несколько структур у вас получилось И вы именно попали Всегда такая практика, получается, у вас? Слушай, она была Она была Мы тестировали Но как сказать Мы живём, мы учимся Всегда Вот взять там пять лет назад Сервисмены ещё боялись, допустим Взять топовую свою пару И перешлифовать её на новый шлифт Вот, грубо говоря, есть у тебя пара Там 13-5, да? Ты вот приехал с ней на соревнования И у тебя погода примерно такая под неё И ты знаешь уже, что она у тебя поедет Как знакомо, с 14-го года такая пара есть Уже не едет, я всё равно не перешлифовываю Вот, и мы проделываем там большую работу Катаем каждый день в тени на солнце Утром, вечером В дождь, в снег И находим какие-то реально шлифты, которые работают Мы ещё, допустим, взять, как я говорю, 13-14 год Мы ещё боялись этого делать То есть взять топовую пару Принести её, отдать на шлифт И на следующий день, чтобы она То есть мы боялись, а вдруг не поедет? Но она же лучше, а вдруг не поедет? А вот сейчас, допустим, вот в Зейфельде Там, на том же мире Я прям вообще без всякой боязни Я фактически все лыжи перешлифовывал И они работали, мы на них бежали То есть то же самое у Большунова было сделано Большунов тоже в последнюю гонку бежал как раз на наших структурах Именно на командных То есть помимо того, что у Русиньола У него и так тёплые структуры, хорошие Если взять А-15, А-11, А-30 Которые на воду хорошо работают Наши оказались лучше Даже так? Так что работа делается Круто Слушай, как долго ты работаешь уже сервисменом в сборной? Сколько крутых стартов, чемпионатов мира, олимпийских игр ты отработал? Первая поездка моя была чемпионат мира в Саппоро 2007 год Получается, Саппоро, Либерец Шинчайся, у тебя же опыт Осло 2011 и 2013 Валдифием Сколько тебе лет было, получается, в 2007? 22 года 22 года мне было, да То есть чемпионатов мира у меня получилось Если 2007 Саппоро, Либерец Осло Валдифием Фалун Лахти Дейфельд 7 7 чемпионатов мира И одни олимпийские игры Двое Это Сочи и Корея Слушай, я как раз тебя хотел спросить про Сочи, во-первых Все-таки, когда домашняя олимпиада Как вы готовились к Ну, потому что все-таки Были новости, что там Норвежцы вообще Брали снег в карман и запихивали Чтобы там шлифты какие-то же Смазки тестировать А вы не давали Там у вас был карт-бланш На то, чтобы делать все возможное Что получилось, что нет Что сделали крутого Слушай, ну, по Сочи Там вообще грандиозные работы проводились Там помимо нас еще Специальные тестовые группы отправлялись Которые там тестировали Смазку там вообще Всю зиму практически два года До Сочи они, по-моему, начали И шлифты тоже тестировались Норвежцы тоже приезжали, но Их не пускали на стадион Они гони Подожди Они так же там, по-моему, за два или за год уже Приехали и тестировали Но они тестировали на горнолыжке То есть немножечко другие Да, на горнолыжке Туда их не пускали Это как раз у нас там проводились Финал Кубка России, по-моему, проходил То есть мы тоже там В это время уже тоже тестировали Смазку Сам понимаешь Тестировали в одной погоде А бежали вообще в другой Постоянно тесты проходили Вот за два года Это в основном Всегда очень много было Свежего, падающего снега А бежали, ты сам видел, какая там погода По селитре бежали Там и селитра И каша там вообще Чего только не было Ну в итоге получилось у вас Можно сказать, что у вас было преимущество По сравнению с другими Вы все-таки нашли какие-то варианты Что с маски, что с шлифтом Чтобы вот Быть Нашли, но я думаю Не столько, сколько хотелось бы То есть не было такого Что там нашли Что-то такое прям Взрывное На чем тогда бежали Не помнишь На каких порошках На какой вообще смазке Я помню, но нам У нас это Секрет Не разглашение, да А, но это было вообще Наш производитель Или все-таки Ну я скажу, что И на иностранных бегали И на наших бегали Ага, то есть наш тоже подтягивается Да Расскажи вообще А вот За все эти годы Вспомните А были какие-нибудь Я все-таки вижу Когда Все в принципе видят На телетрансляциях То, что Лыжи у нашей сборной В среднем едут Ну очень круто По сравнению даже Несмотря на то, что там Все производители Это все-таки там Итальянская смазка Норвежская смазка Там И так далее Но Несмотря на это Наша сборная В среднем Там на этапах Кока мира Лыжи очень часто Обкатывают Спортсменов Из других сборной Но все-таки Были ли какие-нибудь Прям Зашкарные Можно сказать Моменты Когда вообще Не попали Когда что-нибудь Там Не получилось Называется залет Залет И залетает Сразу Сборная Получается Залеты Конечно Даже Вот на своей Памяти У меня их Не знаю Штуки Прямо таких Мощных Штуки Четыре Было Первый Был в Саппоро Там Погода Поменялась Два раза То есть Там Такое Специфическое Место Было Там Половина Трассы Была На стадионе Под крышей Половина Трассы Была В парке То есть Там Так Сделали Там Был Бейсбольный Стадион Стартовая Поляна И финишная Зона Была Под крышей А потом Они оттуда Выезжали Со стадиона И выезжали В парк И там Еще Петлю Делали Вот Мы Там Не попали Там Погода Поменялась Два раза Сначала Была Вода Потом Подул Ветер Все Прямо Высушил Там Буквально И потом Опять Отпустил А мы Уже Два раза Там Смазку Меняли Тоже Хочешь Поговорить Потом Не знаю Вкусом Наверное Вкусом Еще Было Там Не попали Смазью Смазью Не попали Ну Еще Конечно Какие-то Моменты Там Были Я Просто Не знаю На сколько Это Правда То Что Перед Марафоном В Сочи Александр Легко Говорил Ну Только Попробуйте Мне Сделать Плохо Лыжи Как Спортсмены Вообще Относятся К Смазчикам К Их Там Иногда Провалом Как Там Хорошим Моментом Приходит Приходит Лыжи Плохо Приготовили Прям Разносит Вообще Всю Вакс Кабинку Говорит Че Вы У меня Лыжи Не Сделали Не Те Ну Такие Есть Но Их Наверное Мало Все В принципе Лыжи Вообще Не Держали Ну Ты Пробовал Значит Не Так Пробовал В принципе Спортсмены Довольно Таки Такой Понимающий Народ В любом Случа Я всегда Говорил Что Если У нас Мы Разбираемся И понимаем Что Это Наш Залет Был Мы Об Этому Говорим Мы Это Признаем Мы Можем Сказать Что Это Мы Ошиблись Сегодня С Лыжи Со Смазкой Или С Выбором Лыж Понятно Слушай Можешь Так Назвать Какие Лыжи Самые Лучшие Серия Превокационных Вопрос Фишер Соломон Фишер Наталья Говорит Фишер 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 Соломон Я говорю Потому что Не знаю Я с этими Марками Работал Мне Мне Комфортно Было С этими Лыжами Тогда Второй Вопрос Сколько Лыж Мачос Ты Сжигаешь За сезон Мачос Вообще Это Отдельная Тема На них Сборной Кто Бегает Бессмертных Один Только Один Бессмертных Остался Почему Так Они Не хотят Рекламироваться В беговых Лыжах Или Просто Не выбирают Спортсмены Ну Слушай Вспомни Одно Время Когда Были В команде Коля Марилов Леха Петухов Наталья Матвеева Наталья Коростылева Легков Бессмертных Они Все Стояли На Матве Матве Было Очень Много В кабинах Со Временем Как-то Не знаю Фишер Всех Перекупили Не то Что Перекупили Наверное Кому Тут Не нравится Классика Кому То Не нравится Конек Я думаю Когда Человек Что-то Не нравится Он Пытается Что-то Менять Правильно И Саша Бессмертных Бегает Его Лыжи Устраивают Никто Не против Чтобы Он Бегал На Них Правильно Так Сколько Зажигаете В плане Ну Блин Ну Да Матчи Такие Капризные В плане Тефлона Капризные Лыжи Довольно То есть Легко Они Очень Сдуваются От Утюга Портятся Ну Сам Даже По По Работе В кабине По шлифтам Любая Пара Которая Приходит Матч Я Могу сказать Что она Скорее Всего Кривая Пережженная Ну Это Практически Всегда Ты Сложно С мачесом Работать Все Таки Ну Да Я Был Сказал Что Сложно А Какие Лыжи В среднем Подобрать Проще Всего Какого Производителя Ну Вот Именно Если Брать В рамках Сборной Команды Какой Производитель Дает Прям Как Правил Из 100 пар Прям Стабильно Едет Больше Всего Лыж Да Я Слушай Слушай Из 100 пар Наверное Ты Любую Марку Соберешь В принципе Любой Спортмен Сборной Сейчас На любом Производителе Может Себе Подобрать Крутые Лыжи Показывать Хороший Результат 100% Мне кажется Даже Сто Это Много Слушай А тогда Почему Никто Не бегает На Йоко Скитраве Пелтанин Слушай Ну Это Я думаю Что У них Во-первых Какие-то Обязательства Должны Быть Перед Федерацией Лыжных Гонок А так Были Бегать Как Ты Думаешь Я думаю Почему Нет На Ван Вэй Бегали Да Ничего себе Я сейчас Пропустил Ван Ван Вэй Лыжи Обладатели Олимпийской Золотой Медали Командом Спринте Ничего себе Финны Ты не помнишь В Сочи Нет А Это В Сочи Было Выиграли Финны В В Командном Спринг Я Ухоярую Да Я Ухоярую Финишировал На Ван Вэй Ничего себе Я что-то Даже пропустил Ну и Слушай Ты говоришь Сто пар Даже Сто пар Это Много Потому что Вот тебе Конкретный Пример Жени Подожди Сэнди Иди сюда Элементарный Пример Жени Белов Стоял на Фишере Перешел На Атомик Они Чуть Потестировали Там В трубе В трубе Где-то Покатали В Финляндии Покатали Вот он Бежит Сезон У него Сразу Победа На этапе Кубка Мира Подиум Подиум В эстафете Это Все Решаем Я Неоднократно Слышал То что Наши Лыжники Не знаю Там Сборная Говорят Что У норвежцев Совсем Другие Лыжи Прям На них Там Фишер И Компания Работают Совсем По-другому Нам Дают Там Ты Смотришь Например Подсматриваешь Что Норвежцев Что-то Я думаю Это Ошибочно Я думаю Те же Самые Лыжи То есть Компания Работает На Российскую Сборную Не хуже У нас Такие Условия Да Я Надеюсь На Это Ты Видел Когда-нибудь На Этапах Тоже У других Спортсменов Какие-то Лыжи Ну Прям Совсем Отличающие Те же Самые Фишер Например Ну Там Рене Тестовые Модели Там Кей-нибудь Без Дизайна Еще Что-нибудь Тестируют Инсайдерскую Информацию Такого Такого Нет Никогда Не Раз Ко мне Попали Лыжи Нортога Мы были Как раз В Сочи Норвежцы Приехали У них Чувак С кабины Не было Вот И ему Нужно Было Лыжную Тренировку Снять Я Конечно Успел Посмотреть Пощупать Структуру Посмотрел Так Быстренько Там В принципе Такие же Лыжи Ничего Ничего Особенного Расскажи Про белую Желтую Поверхность Вообще Это Какой-то Маркетинговый Ход На них Вообще Бегают Бегают Как спортсмены По сезону Слушай Они у каждого Спортсмена Есть Но Работают Они в такой Очень узкий Диапазон Ну По идее На воду И на грязь Да Вода Либо Фирн Фирновый Такая Перемороженная Да Такая Холодная Крупная Крошка То есть Все-таки Бегают Бегают Но очень Мало Но очень Мало Производители Говорят Что их Надо Как-то По-особенному Делать У вас Проходят Такие Консультации С Производителями Лыж Фишера Соломона Нет Ну Допустим Если Сказать Про Фирму Соломон И Росиньол То У них Белый Либо Прозрачный Тефлон Работает Гораздо Чаще Чем Фишера Если Брать Росиньол То Я думаю Вообще Очень Часто У них И в Глянец Работает И В В В В В Дождь Работает Очень Часто Как Ты Думаешь В Каком Направлении Будут Сейчас Двигаться Производители Чтобы Свои Лыжи Технически Улучшать Через Может Быть 10 Лет 20 Лет Как Будут Выглядеть Лыжи Слушай Тяжелов Не Сказать Я Даже Не Представляю Сейчас Просто Говорят Про Что Фишер Не Меняется Относительно Деревянные Лыжи И Все Бегают На Них И Все Круто Всех Все Устраивает Вообще Нужно Лыжам Сейчас Меняться Как Ты Думаешь Какие Технологии Будущего Нас Ждут Честно Я Даже Не Знаю Представляешь Что Там Компании Работают В сторону Пойдет Ужесточение Лыжи Ну В плане Того В плане Жесткости Увеличивать Жесткость Носок Или пяток Даже Не Представляю То есть Что Годно Может Быть Конечно Вот Допустим Никто Не Мог Предположить Что Сделают Какую Скользящую Поверхность Боковую У Хишера Как Они Сделали И Рекомендуют Там Ее Смазывать Конечно Того Не Делают С С С этим Как раз Два Вопроса Я хотел Задать У Спидмаксов 3D Первое Соответственно Вы Эту Поверхность Делаете Или Нет Ты Получается Ответил На этот Вопрос И Второе И Используете Львы Жидкие Парафины Слушай Используем Но Не Так Как Наверное Твердые Подожди Собака Сэнди Твердые Используем Наверное Больше Чем Жидкие Мы Конечно Их Делали Отдельные Тесты По Жидким Парафинам То есть Это Фирмы Были Свикс Тока Ваухти Рекс Старт Стар Рода Это Все Были Жидкие Парафины И Вы Их Использовать Именно На Гонки Так Же Вот Тестировали Именно Конкретно Перед Гонкой Че Выбирали И Одну Гонку Бежали То Все Так Это Буду Гонку Бежали Да Я Не Согласен Что Это Будущее А Почему Не Знаю Какой Это Способ У Нас Это Все Проходит Через Тестирование Пока Ты Сам Не Проверил Ты Не Можешь Утверждать Что Это Лучше Или Это Лучше Правильно Мы Тестируем Мы Смотрим И Делаем Выводы Пока Я Б Сказал Что Твердый Парафин Я Не Буду Говорить Назови Топ Три Давай Тогда Топ Пять Производителей Смазки Твоих Любимых Можно С самого Пятого На Первое Нет Лучше Да Я Просто Вразнобор Наверное Свикс Ма Плюс Рекс Тока Это Это Если Мы Берем И Парафин И Порошки И Парафин И Порошки Помоги Другой Расклад Вот Наверное Свикс Ма Плюс Рекс Тока Ски Назови Может Тебе Нравится Эмульсию Тогда Поставил Старт Наверное Старт Да Слушай Многие Говорят Что Старт Это Вообще Говно Не Согласен С Этим Нет Слушай Если Про Порошки Говорим Сейчас Там И Новые Фирмы Есть Которые Тоже Развиваются Нормально Я Сейчас Скажу Большинство Не Слышал Даже Такой Ice Hunter Это Немецкая Фирма Это Компания SRB Которая Роллер Которая Делают И Ручные Накатки Причем У них Там Выбор Ножей Тоже Колоссальный Очень Большой И Плюс Года Два Или Три Назад Они Начали Делать Порошки И Парафины И С Эмульсии Начали Делать Как У тебя Компании ХВК Или В Италии Есть Мастер Вакс ХВК Мне Нравится Допустим Если Брать У Каждого Продукта Есть Какой Сравниваю Подготовку Выше С Рыбалкой У Любого Рыболова Откроешь Чемодан У него Есть Приманки На Мелкую Воду На Глубину На Течение На Стоячую Так же Как У Любого Тренера В России Откроет Чемодан У него На Воду Пару Порошков Стабильно Точно У Которых Он Уверен На Твердую Четыре Они Всегда У него Поедут Таких В каждой Фирме Есть Такие Продукты ХВК Тоже Хорошие Порошки Мне Очень Нравится Сколько Денег Уходит За Сезон На Порошки Профин Эмульсии Так Далее Слушай Ну У вас Контракт С Федерацией На Нескопроизводительную Все равно Что-то Приходится Докупать Самим Докупаем Да Ну Я Стараюсь В это Не Вникать Потому Что Ну Это Не Мое Дело Мое Дело Заказать Но Это Большие Деньги Все равно Получаются Я Думаю Да Это Большие Деньги То есть Какую-то Часть Смазки Нам Министерство Спорта Покупала Сейчас Не знаю Покупают Они Нам Или Нет И Вот Контракты С Какими-то Производителями Большими Типа Свикс Старта Ваухти А Плюс Был Сейчас Не знаю Есть Нет Понятно Давай теперь поговорим о твоем проекте Сервисер Вы Получается В 2016 Году Если не ошибаюсь Судя по твоему инстаграму Название вашего Инстаграма Вы Открыли Такой проект Как Сервисер И делаете шлифты Как Собственно И для сборной Попробую То есть Сервисер А Сервисер 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 Ага И делаете Шлифты Как для сборной Так Соответственно И для всех Желающих Расскажи Вообще Как у тебя Появилась Эта идея И Я давно бы нашел То есть Хотелось что-то такое Чтобы Чтобы было твое Что это Ты вроде как это сделал Ты это нашел И чтобы это было Только твое И никого больше рядом Вот Все упиралось в деньги Потому что Как сам знаешь Штейншлифт машины Это деньги Ну Такие довольно-таки Приличные Сколько стоит она? Это же Вейтастолин Если я правильно проявил Винтерштайгер А Винтерштайгер Сложно Слава Я учил английский Вот Это немецкая машина Правильно? Порядка Четырех Четырех Тысяч евро Плюс еще Постоянно обмять Камни Алмазы Камни У нас это получается Что мы камень Меняем Раз в сезон То есть Камня хватает На год Примерно Ну не год даже Ну да Год Ну и алмаз Также практически Алмаз может быть Даже чаще Приходится Ты соответственно Сам все эти шлифты Тестируешь Да У тебя бегут Ну на этих шлифтах Бегает сборная Как часто Мы считаем Конечно На каких шлифтах Там Мы бегаем Сам понимаешь Как вот ты говоришь Там Есть шлифты У которых Там только Узкий диапазон Именно там В этот диапазон Он может сработать Я думаю Р10-3 У многих Есть сейчас В команде Угу Я просто так вот Смотрю В России По сути Особо все-таки Почему-то Не развивается Вот Тема Со шлифтами То есть Я помню Как мне был Вообще Сам В маленьком возрасте Я там Делал В Сыктывкаре Какие-то Шлифты Там Еще где-то И что-то Особо Как-то Ничего И не поменялось С этого Время Вот Получается Только Ты развиваешься Это не реклама Ребят Просто Ну Это сугубо Субъективное Собственно Мнение Это Очень дорого Стоит Просто Или У людей Как бы Нету Знаний Или Возможности Ну Я думаю Я думаю Здесь все В совокупности Если Были Люди Я думаю Были бы Заинтересованы Ну Как Вот Допустим Ты Как Пример Вот Привести Да Вот Есть Там На рынке Мерседес Там БМВ Да Ауди Ну Ауди Лучше Само Собой Понятно Да И тут Раз Какая-то Марка Появилась Хендай Да Или Не знаю Та же Киа Чем Она Может Брать То Что Она Гарантию Дает Пять Лет То Что Мало Поломок Цена Или На качество Чем Автопередача Начинается Сосно Да нет Ну Понятно Ну просто Я не знаю Как это объяснить Не знаю Мне это нравится Нравится Работать Тестировать Что-то Находить Расскажи Как делаются Шлифты Как делаются Сначала Вы же К нам Поступают Нет Расскажи Как делаются Новые шлифты Как они Разрабатываются Слушай Ну Новые Это Бывают Зачастую Знаешь Такие Спонтанные Идеи Ты там Ну Изначально Это Вот Допустим Нашел Какую-то Структуру Да Опустим Тот Период Когда Мы Искали Вот Нашел Какую-то Структуру Там Р 10 3 И Вот Новые Ты Начинаешь Думать Что-то Новенькое Надо Что-то Придумать Ты Начинаешь Там От Старой Структуры Плясать Там Уменьшать Ее Увеличивать Удлинять Укорачивать Только Методом Проб То есть Все Это Проб Да И Постоянных Тестов А как Как Это Слово Называется Я Забылся На Не Теория А На Практике На Сборах Тупи Скажи Как Технически Это Делается То есть Какие Параметры В машине Вбиваются То есть Что Это По сути Шлифт Это Камень Крутится Он И Делает Царапины На Лыжах Если Совсем Просто Обязать Как Некоторые Шлифтут Я Судился В Три Этапа То есть Как Вообще Просто Вбиваете Рандомные Параметры Каждый Раз И Соответственно Смотрите Едем Не Едем Слушай Там Если Вот Каждый Вот Допустим Если Взять Конкретно Машину Винтерштегер Да И Вот То Количество Шлифтов Которые Там Есть Мне Кажется Лыж Всей России Не Хватит Чтобы Все Шлифты Положить Все Варианты Вот Все Варианты Да Которые Есть Их Реально Не Хватит Потому Что Там Количество Это Там Влияет Скорость Камня Вращение Скорость Вращения Камня Скорость Поступления Алмаза На этот Камень И Вот Даже После Того Как Ты Нанес Структуру Да Вот Она У тебя На Камне Лежит У тебя Есть Скорость Опять же Камень Вращается Это Физика Если Он Вращается Быстро Лыжи Проходит Там Штрихи Будут Маленькие Короткие Если Она Будет Вращаться Медленно Лыжи Проходят Они Будут Длинные То есть Скорость Есть Скорость Подачи Лыжи Скорость Вращения Камня Там Ну Короче Параметров Вообще Куча Толстые Там Царапины Там Глубокие Плюс Еще Алмаз Какой У тебя Стоит Там И Алмазов Тоже Куча Камней Куча То есть Это Сложная Штука Сложная Наука Которая Только На Практике Путем Проба Шива Это Только Практика Много Ты У тебя Есть Пара Лыж Которые Тестируешь Как Раз Возишь Что Делать Свои Шлифты До Этого Было У нас 8 Сейчас Мы Закупили Новых 10 Тестировали Сейчас На Подписывайтесь На мой Инстаграм Инстаграм Сорвес Инстаграм Виктора Там Много Интересного Сетапов Он Выкладывает Вот У меня По Своим Есть Шлифты Которые Уже Сейчас Меньше Делаются Как Такой Как Р-10 А С чего Начинали Р-10 Р-10 3 В-7 3 SR-21 SR-23 SR-15 SR-12 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 SR-13 SR-12 SR-12 Это Р-10 Плюс W-1 Все То есть Р-10 3 Универсальный Шлифт Плюс Минус Р-10 Это Холодный Шлифт Р-10 Плюс Это Соответственно Это Фирн Крошка SR-15 Это Вода Он Водяной Такой У нас Он Стоит Плюс 3 Минус 3 Но Сейчас На Практике Он Прям В Сильную Воду Ехал Вот Здесь На Чемпионате Даже В Малиновке И Минус Один Свежий Снег Был Причем Такой Не Влажный А Пушистый Вот В принципе Все W-1 W-1 Это На Классику Классический Шлифт Только На Воду Новый Шлифт И 2 На Что Это SR-21 SR-23 Оба Холодные Вот По-моему SR-23 Бежали Как раз Красногорскую Гонку В Минус SR-21 21 21 Как раз По-моему Это Еще Кто-то По-моему И Алешина По-моему Была В Призах Ну Короче Все Почтенные Бежали Ну Да Там Много Народу И Вот Два Новых Это 12-2 И 12-3 Это Прям На Весенний Я думаю Что Это У Нас Будет Прям Популярный Топовый Шлифт Да Какие У вас Самые Популярные Делать SR-23 Наверное Понятно Сейчас Наверное SR-21 В Этому Году Если Вот Этот Сезон Брать Допустим Подготовку К 20 Да То Наверное 21 Сейчас Больше 21 Заказывают Если У меня Есть Например Три Пары Лыж И Хочу У тебя Сделать Три Шлифта Чтобы Покрыть Весь Температурный Диапазон Ну Три Там Пять Окей Какие Шлифты Посоветуешь Сделать SR-23 SR-21 SR-12 SR-3 Наверное Если Там Пять Парт Еще Холодный Наверное Там R-10 Просто Я думаю В России Просто R-10 Может Заиграться Похолд То есть Он Может Так Как Ребята По Отзывам Говорят Он Работал Там И В Минус 15 И В 16 Я Бежал На Часовой На Минус 20 С Фигом Удивительно Я знаю Вот Кстати Коля Мариов Тоже Где-то Там Бегал На Кубке России На 10 Тоже Холодно Было Ты Постоянно Сейчас Находишь Соответственно Тоже Развитие Развиваешь Новые Шлифты Ну Как Создаешь Время Есть Я Стараюсь С Сразу Там У Тебя Что-то Появилось Сразу Чехол Привозят Нет Ну Не знаю Лыжи Ты Шлифуют В основном Сервис То есть Это Их Решение Делать Или Не Делать Я Не Могу Там Заставлять Кого-то Делать Шлифты Правильно Я Просто Информация Она Для Всех Доступная Любой Может Посмотреть Там Какие У нас Структуры Кто На Них Бегает С Р-10-3 Появился Я Ребята В команде Кому Делал Если В погоду Попадает То Он Работает Практически У всех Сразу За раз Бежало Сразу Человек Шесть На одном Шлифте На Р-10-3 Было Такое Было Время Слушай Пользуясь Твоим Авторитетным Мнением Задам Тебе Парочку Коротких Вопросов Шлифты Или Накатки Все Вместе Накатки Делаете Тоже Обязательно А для чего Они нужны Как часто Использовать Для чего Какую погоду В основном Ну Опять же Это Как у нас Все правильно Сказать Физика Отведение Воды Уменьшение Трения То есть Основно На Но Это все Опять же Я говорю Это только Через Тест Я думаю Что мы В команде Именно С накатками В этом Году Такой Большой Шаг Сделали Каких Производителей Используете В основном Слушай Много Используем Свикс SRB Как раз Немецкая И Очень Качественная Еще есть Накатка Speedy Это Все Что В принципе В Финляндии Все Что Может Найти Наш Зритель И Купить В принципе Да Холминкольн Еще Роторные Щетки Или Обычные Щетки И Те И Другие Потому Что Работаем Основная Работа Все Таки Роторами Но Частенько Доводим Ручными Это Порошок Допустим Порошок Либо Эмульсия Ну Я думаю Вопрос Жидкий Парафин Или Твердый Парафин Ты Однозначно За Твердый Парафин Да Я За Твердый Фишер Или Соломон Я Хотел Тебе Тоже Такой Вопрос Задать Свикс Или Старт Потому Что На Стране Именно Эти Почут Производители Самые Популярные Популярные Свикс Все Таки Свикс Свикс Да У Старта Тоже Хорошие Продукты Есть Но Если В совокупности Брать Свикс Брать И Он По Порошкам Выше По Эмульсиям Выше По Мазям Выше По Щеткам По Щеткам Наверное Да По Всему У Старта Тоже Хорошие Есть Вещи И Порошки И Мази Твердые И Жидкие Ну Наверное Свикс Наверное Точно Слушай Вот В конце Интервью Хочу Чтобы Ты Нашим Зрителям Которые Я думаю Тоже Фанаты Подготовки Лыж Дал Пару Советов Каких Нибудь Все-таки Какого-то Профессионального Смазчика Возможно Здесь Какие-то Личные Наработки Мысли Нет У меня Вообще К людям Такое Обращение Чтобы За лыжами Следили Потому Что Лыжи Это Твое Не знаю Как На машине Ты Ездишь Ты Ты Делаешь Постоянно На машине Так же Иногда Ну Просто Мне Допустим Как я В сервисе Работаю Мне Привозят Иногда Лыжи На шлифт Мне страшно На них Смотреть Ну Как Можно Лыжи Довести До Такого Состояния Понятно Есть Вкаточная Пара Но Мы Не будем Это Трогать Если Бэйвай Это Допустим Да Штаншлиф Сейчас На самом деле Не Такие По Новым Меркам Не Такие Большие Деньги Сделать Раз В Два В Год Это Всегда Можно Это Первое Второе Мои Замечания То Что Народ У нас С Колодкой Вообще Мало Работает Наверное Именно С Мазями Твердое Держание Именно Вот Зона Держания И Кстати Вот Сейчас Не знаю Если Получится У нас То Мы Может Быть В Двадцатом Году Не Знаю У нас Есть Такое В России Наверное Есть Соломон Этим Занимается Мы Хотим В Сервисере В нашем Поставить Стенд По Измерению Ипюры Выше Чтобы Это Было Всем Доступно Не Только Там Допустим Литным Сборным Командам Грубо Говоря Ты Уже Купив Новые Лыжи Можешь Измерить И Посмотреть На Какую Даже Примерно Погоду У тебя Должны Будут Эти Лыжи Работать То Есть Это Измерение Зон Скольжения Епюры Лыж Вообще Подходит Лыжа Лыжи В пару Или Нет Тоже Все Можно Посмотреть Мы Планируем Такую Штуку Себе Завести Не Знаю Получится Или Нет Последний Вопрос Нашим Российским Производителям Веришь В них Вообще Предателям Смазки Да Ну Опять Я Говорю Они Продуктов Много Но По ним Мало Информации В принципе Готовы Использовать И то Что Это Конкуренто Способно Даже На Международном Рынке А как Думаешь Товерство Использует Нашу Смазку Какую Может Использует Может Будь Использует Ладно В общем Я думаю Мы Увидимся Уже Ближе К сезону У тебя В кабинке Сорвесер В Красногорске Сорвесер Вы можете На канале Без проблем Найти Делали Шлифты И Лыжи И очень Много Всего Интересного Подписывайтесь На инстаграм Виктора Обязательно Подписывайтесь На инстаграм Я все называю Сорвесер Сорвесер Подписывайтесь На меня Собственно Мы будем Делать Очень Крутые Вещи Спасибо И до новых Встреч Во время Сезона Пока Пока